Короче, смотрите, я стараюсь сейчас, пыталась измерить, получается, периметр комнаты. Я вот думаю, продлевать ли сутодиодную ленту по всему периметру, или, допустим, продлить ее только вот по вот этой стене, а карниз не трогать. Может, сюда повесить какие-то еще огоньки или что-то, не знаю. Короче, я еще думала как-нибудь на будущее сделать, купить тут шторы такие темные. Я уже давно, уже, наверное, несколько лет, думаю по поводу покупки гирлянды, которая пойдет вот на окно, она, знаете, такая, ну не сетка, а они свисают такими, как елочками, и на каждой из них там куча огоньков. Я не рассказала вам, как у меня прошел мой выходной день. Для начала я встала там где-то в час утра. Ой, ну дня. Все, понятно. И, короче, у меня оставалось 4 курса, и 2 курса я без проблем сделала, закрыла. Оставалось еще 2 самых основных, самых главных, где там прям очень жесткое тестирование. Я почти весь свой выходной потратила на то, что я решала тесты по работе. И смотрите, я завалила реально тот тест. Тест теперь откроется только через 12 часов, завтра уже все доделаю, то есть завтра еще есть время, я доделаю, все закрою завтра. Я сейчас начала монтировать видосы, и мне сразу так, типа, ну, устало, тепло на душе. На самом деле, мне реально важно заниматься творчеством, то есть мне прям реально важно, чтобы мне оставалось на это время. И доказательством того является то, что, когда мне, допустим, на работе говорят, да, про какие-то там депримирования, еще что-то, там, не пройдешь тесты, будет депримирование, я такая, ну, ну, ладно, типа, ну, снимут сколько-то процентов. И на меня все время так смотрят, знаете, типа вот так вот. А я, как бы, ну, не понимаю, в чем я не права-то, что, типа, для меня время — это очень ценные ресурсы, и действительно это очень важно для меня, то есть я без творчества просто загнусь, я это понимаю, сознаю, типа, и что мне тут эти какие-то там еще лишние деньги, плюс-минус, ничего страшного, если их там не будет, если их снимут, а другие-то не понимают, а я не понимаю других. Почему для людей, типа, только работа, вот, главное, и все в жизни, я не понимаю. А люди не понимают, в свою очередь, меня. И даже, знаете, было такое, что вот после какого-то такого очередных вот непоняток, то есть когда люди не понимают, как мыслит мой мозг, а я не понимала, почему я не могу найти людей таких, которые так же мыслят, как я, я еду в автобусе домой, и мне приходят строчки. Мне все время приходят именно какие-то текста, вот, когда случается какой-то негатив. И, короче, мне приходит строчка. Я в последнее время часто не понимаю людей, либо со мной что-то не так, либо они не те. Ну и дальше я продолжила там. Либо снова петляю на перекрестках судьбы, но от своих планов и себя мне не уйти. Серьезно. Что не так? Либо со мной что-то не так, либо со мной просто не те люди, которые должны быть. Ну, другого, но не может быть. Что думаете? Пишусь. Пишем в комментариях. Сегодня я, всем привет, сегодня еще не снимала, сегодня я опять пробовала решить тест. Вот, и сейчас я договорилась с братом, что он мне поможет сходить по магазинам и принести тяжелые сумки с продуктами, чтобы я это все не перла. Вот, на улице у нас кое-что-то вот смрачное, дождик. Я, короче, тот самый человек, которому все время мало, который хочет, чтобы было все в запасе. Так, вроде бы это еще есть, этого еще половина, но я покупаю уже новую пачку. Кто так же делает? Все, близится Новый год, я начинаю скупать всякую фигню. Кстати, вот в том курсе, который я недавно проходила, вот именно тренеры и говорили там, знаете, ну, по продажам, короче, что человек покупает не вещь, человек покупает эмоцию. Предновогодняя такую атмосферу хочу создать. С моим графиком работы, блин, вообще не знаю, как это сделать. Это будет супер-мега-сложно, если это все-таки удастся сделать. Прямо практически невозможно. Потому что в декабре будет график еще жестче, чем в ноябре. Я думаю, для клипа, который будет под слова моей песни, сходить хотя бы на локации и посмотреть. Допустим, я хочу там, чтобы был перекресток сверху заснят. И вот я хочу посмотреть, откуда это получится сделать. Короче, моя бабушка сегодня сказала очень умную мысль, но она не связана с этой песней. То есть это просто отдельный был разговор. Она такая, никто не сможет понять, типа, вот что ты чувствуешь. То есть это как бы сможешь только ты понять и вообще какие-то советы давать уже взрослому человеку. Это я не буду делать. То есть это такое себе занятие. То есть человек должен сам пройти через какой-то опыт. Вот. И как раз-таки, когда она это говорила, я себя уловила на мысли, что мое вот прям дикое желание — это именно передать в клипах то, что я чувствую. Ну, вот в видеороликах, в клипах и так далее. Вот именно эмоции. Именно то, как я это чувствую, как я это вижу. То есть запечатлеть момент. Знаете, короче, что еще завтра надо будет сделать? Я буду проходить тест, и это будет последний шанс. Вот последний шанс. Если я, короче, не пройду, там потом будет депримирование. Ну что, ребятки, я прошла тесты. Один тест я прошла, а второй тест нет, короче. Все, теперь мою эту фамилию, наверное, вывезут в чате где-нибудь, что я не прошла вовремя тест. Вот, и будет депримирование. Просто я уже смирилась. Вот, мне осталось и сделать, только посмонтировать один длинный влог, превью к нему сделать. И, возможно, я еще поразбираю свои документы. Не к маме. Что? Итак, кто ко мне пришел? Привет, привет. Привет, малыш, малышик мой. Короче, я вообще не рассчитывала на то, что сегодня буду забирать посылки, но в итоге я их забрала. Что такое тут? Ну, ну, иди, 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 малыш. Короче, у меня для вас суперкуртецкие новости. Я дала послушать свою песню маме и бабушке. Они сказали, что это крутой трек, что с этим можно выступать. Вот, но я еще буду спрашивать мнение молодого поколения. Вот, и если молодое поколение будет солидарно со старшим, то приступим к исполнению данной затеи. Короче, я еще покрасила брови сейчас, пока монтировала видос. Я вот тут сижу между едой, короче, между этой едой, между вот этой, которую уже собрала, и готовлю себе салат. Что-то, по-моему, с каждой недели у меня еды становится только больше и больше. Скоро я, наверное, буду просто заставлять вот так весь стол. Вот, казалось бы, я встаю рано, когда еще темно. Я прихожу уже поздно, когда уже темно. Но я все равно разновешиваю шторы, потому что, чтобы увидеть, если что, красоту ее заснять. Короче, я собралась на работу, я уже опастываю. Все как обычно, зато я смонтировала. Зато я наложила музыку на свой блог. Короче, это мамино пальто, и она мне его отдала вчера. Решила я, что в нем поеду. Будем надеяться, что автобус придет быстро, и я доеду. Насколько это возможно быстро. Но, по-моему, автобус только что ушел. Господи, ну просто двух минут не хватило. Но вот на две минуты раньше бы вышло, и мне бы хотелось, за глаза и залчек, дойти вот этот вот, просто полостановки за пару минут. Короче, я буквально на пять минуточек опоздаю. Ну что, открываем смену. Короче, ну на семь, буквально минут на восемь я опоздала. Как раз это то время, как я стояла на остановке. Вот серьезно. После того, как я три дня отдыхала, приходить на работу вообще непривычно. Посмотрите, уже новогодний товар постепенно вывесили. Хотя сейчас только 6 ноября. Пожелайте, короче, у меня удачи. Сейчас буду менять чековую ленту. Ну, вроде бы получилось. Короче, это все пошло на возврат. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, короче, сегодня весь день просто сканирую возврат. Вот, больше ничего не делаю. Это товар на возврат, то есть, который, допустим, остался с летом. Но уже прошло лето, уже сейчас это не актуально. И поэтому он до следующего лета отправляется на склад. Короче, я все отсканировала, и осталось работать 2 часа. Я сейчас просто усну под такую мелодию. Короче, я пошла сняла линзы, потому что что-то у меня очень сильно вот этот вот правый глаз, все они прям противятся. Не знаю, то ли, может быть, линзы уже староватые. Хотя они предназначены на месяц. Я должна их менять 8-го числа, а сегодня 6-е. Тем более, до этого 3 дня я не работала. Они просто лежали вот в этом контейнере с жидкостью для линз. В общем, не знаю, что произошло, но глаз был и есть, мне кажется, красный. Поэтому мне пришлось снять. А сейчас я буду как слепой крот сначала заполнять все отчеты, а потом как слепой крот добираться до дома. Вообще, первый раз на работе только в очках. Если не считать, то день, когда я пришла просто на собеседование. Грубо говоря, тогда тоже пришла в очках. У меня тогда еще вообще не было линз. Я, короче, надеюсь, что это ничего серьезного, не конъюнктивит начинается. Этого мне еще не хватало. Короче, можно уже начинать заполнять отчеты. Кстати, да, мало ли это, кто не понял прикола, у меня очки, они не на 100% и даже не на 90%, они где-то процентов на 50%. Вот, соответственно, я в них тоже очень нерезко все вижу. Ну что, я собралась, погнали. Короче, день прошел хорошо. Сейчас я еще зайду по делам в метро и домой. Короче, иду домой. Ветра вообще нет, на улице хорошо прям. Осталось отработать еще два дня, и у меня будет один выходной. Единственное, что меня волнует, ну что, как будут себя глаза чувствовать завтра. То есть я смогу ли вообще пойти в линзах, или не придется как-то в очках. С камерой иду, и меня точно пропустится. Лайфпак. Вот это с работы все не принесло. Розочка красивая. А еще, знаешь, это чековая лента, смотри. У меня, короче, ужин почти в 2 часа ночи, пол-второго. Доброе утро. Короче, я, наверное, не решусь сегодня надевать линзы, учитывая то, что я опять не выспалась. Соответственно, глаз все равно красный, и какие-то все равно не очень приятные ощущения. Я вчера монтировала видос, вечером уже больше. Вот. И мне это удалось не так просто с таким глазом. Поэтому он перегружен, и получается идет какой-то воспалительный процесс, возможно. Раз он красный, да, и еще помещает такое-то народное тело в лице линз, думаю, что у него очень хорошая идея. Поэтому я буду без линз. Я буду в очках, под которых я вижу там на 50%. Ну, я сегодня работаю не одна, поэтому, если что, думаю, должна все получить. Тем более, я уже там работаю больше месяца. В принципе, я ориентируюсь неплохо. Короче, я собралась. Не знаю, правильно ли я сделала, что я пойду сегодня без линз. По логике вещей вообще правильно. Но, ну, посмотрим. Я, короче, монтировала сейчас видос, и мысль такая, что, может быть, просто нужно расслабиться, и не все идеально сделано, и, ну, и ладно. А я прям все хочу, чтобы мне прям все идеально понравилось, прям на 100%. Вот прям, чтобы и громкость была. А где-то реально, ну, сложно регулировать громкость, потому что это еще зависит от помещения. Говорю в одной комнате, ну, в одном, да, комнате, то нужна определенная громкость. Говорю на кухне, там уже эхо, допустим, больше. Если камера где-то стоит, то, соответственно, уже видоизменяется звук, и уже сложнее, ну, накладывать музыку. Даже очень интересный момент, когда я приближаю, вот снимаю, да, на камеру, начинаю приближать, звук изменяется. Я вот этого не знала. Короче, у меня с собой взяты линзы, и, если что, я смогу их надеть. Но пока попробуем так. Мне кажется, что, учитывая то, что мне когда все не красилось, было больно даже, знаете, прикасаться до ресниц некомфорта, да, до века некомфорта тоже. И внизу под глазом тоже не очень. Мне кажется, все-таки лучше перестраховаться, потому что глаза это не шутки, и побыть в очках. Короче, это пальто мне понравилось очень. И мне очень нравится его цвет. Я ненадолго опоздала. Я, наверное, опять, где-то уже иду, бегу. Короче, я пришла первая. В этом автобусе было так душно, так жарко. Уже даже кто-то открыл окно там наверху, потому что, кстати, как-то воздух циркулировал. И, значит, вот мы там стоим, едем в этом душном автобусе. Я уже думала, блин, у меня что-то жарко. Я уже сняла шарфу, я уже сняла шарф потом. Я думаю, главное, чтобы мне сейчас не стало плохо от этой душноты. Уже взяла жвачку, жую. Ладно, все нормально, все ок. В принципе, ехать недолго, так что все супер. Сегодня, короче, надо попротирать пыль. И вот даже вот на этих, получается, панелях тоже. Вот здесь вот. Короче, по-моему, я снова сломала степлер. Это, по-моему, уже третий. Видите, короче, скоба застряла, и он с большим трудом. Он вообще здесь почти не открыть. Который по счету либо второй, либо третий степлер уже я ломаю. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня у нас уже был один покупатель. Женщина спрашивала деревянную расческу, где можно ее купить, а у нас ее не было. Я подсказала, что в магазине подружка, которая дальше находится. И она потом нам принесла вот такую вкусняшку. И она включая, она сходила. И она пойдет так, в таком коротком, где носом есть. Короче, я просто развешивала кольца. Мы перевешивали по моделям, по коллекциям. И заходит женщина. Я даже ее сначала не увидела. Она спрашивает, есть ли деревянные расчески. У нас деревянных расчесок нет. У моей напарнице ей об этом говорит, потому что у нас нет деревянных расчесок. И она спрашивает, где они могут быть. И я вот с этими кольцами в руках такая, говорю, в подружке могут быть. То есть в магазине, который дальше находится. Она такая, все, спасибо, и ушла. Потом уже прошло какое-то время. Я уже все перевесила. Мы уже сидим просто полтаем. И опять заходит женщина. Она заходит с чем-то в руках. И мы такие встаем. Она такая, это вам спасибо большое. Вы мне очень помогли. Я купила то, что мне надо. И она вышла. И я такая спрашиваю, это вообще кто? Вот. И потом я ее вспомнила. Это та женщина, которой я буквально мелькнулась. А почему сегодня еще людей не особо так различаю? Потому что я сегодня в очках, а не в линзах. Если бы я была в линзах, я бы ее сразу бы, ну, узнала бы. А так я была в очках. Так как я в целом даже черты лица не особо запомнила, мне довольно сегодня сложно ориентироваться. У нас как бы деревянных расчесок нет. У нас только вот такого плана расчески представлено. Короче, сегодня мы занимались с перевеской товара. Так, ну что, смену я закрыла. И сейчас собираюсь домой. Я вроде бы сегодня и без линз была, но все равно мне кажется, что глаза устали. Устают работать, устают даже от очков. Короче, сегодня будет достаточно простой день, зато завтра будет сложно. Короче, я дома. Сегодня мне сменщится, подкинула одну идею, как можно решить проблему с тем, что у меня заканчивается место на айфоне. Можно купить накопитель для айфона на 1 терабайт и сгружать, соответственно, туда все такие большие файлы, видео и так далее. Либо же купить флешку для айфона тоже на зоне или где-то она там смотрела. Это тоже стоит все не очень дорого. Я буду думать, и мне кажется, я теперь понимаю, чем я буду заниматься в свой единственный выходной, который будет послезавтра. Завтра у нас самый сложный день, очень сложный день. Я не знаю, я сегодня ходила вот такая вот, немножечко, знаете, как в прострации, потому что очень мало сплю. И завтра, не представляете, завтра будет очень большое количество людей, будет весь штат, и будет полная инверторизация проходить. Я, кстати, понятно, что никогда ее не проводила, поэтому для меня это будет нового опыта. Еще сложность в том, что я даже не знаю, я пойду в линзах или я пойду в очках, потому что глаз вроде бы меня не беспокоил, но и, то есть, ну, сильно не беспокоил, все равно какие-то неприятные ощущения были. Поэтому мне кажется, он все равно не особо так отдохнул. Надо еще завтра немножечко продержаться так, а потом будет денечек отдохнуть, поспать, выспаться. Делаю обложку для видео, борюсь с перфекционизмом. Хочу, чтобы было все по красоте, но при этом, чтобы я не потратила на это уйму времени. Короче, пока примерно что-то такое получается. В целом мне нравится. Подумаю еще потом над дизайном. Сейчас время уже полтретьего ночи, я хочу попить чай с сырком. Я очень хочу спать, я уже просто засыпаю. Это, короче, завтрак, а еду на работу я уже собрала. Ну что, друзья, доброе утро, если я с вами еще не здоровалась. В общем, я собралась на работу. Сегодня сложный день. Инверторизация. Поэтому я выхожу пораньше, в этот раз серьезно. Кстати, до меня все-таки доехали вот эти товары с Алиэкспресс. Вот этот кончик, он все-таки доехал. Я раньше всех приехала. Короче, я доехала и приехала самая первая. Короче, осталось еще пять часов. Сегодня день просто жуть. У меня просто там больше нечего сказать. Я сейчас чуть-чуть передохну, поужину, пока. Там вообще жесть просто. Целый день просто стоим, пик, мы все-все вот отставали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok